Доброе время суток всем любителям Дотки, на связи Рухаб, сегодня мы с вами смотреть будем БТС Юго-Восточная Азия, сезон номер 4, всего лишь один матч, команда ТНС против команды Экзекрэйшн, и для вас будут комментировать Джем и Печенька, Александр, приветствую вас. Добрый день, рад всех приветствовать. Ну что, твои прогнозы? Не знаю, и трудно сказать что-то здесь по обеим командам, ни одного знакомого никнейма я не вижу, так что боюсь что-то предугадывать. По началу пику можно сказать, что все стандарт, ОД в мид, Финвокер на противостоянии, хороший саппорт в виде Винги, отличный оффлейнер в виде Бисмастера, так что пока Экзекрэйшн мне больше как-то нравится. Но с другой стороны, также ТНС взяли себе неплохого героя, такого как Дум, и отличный спорт в виде Леона, который дает много контроля, и отличный у него ультимейт Шварх, хоть можно всегда в кого-нибудь вырубить сразу. Также хочется добавить, что у нас первая стадия БТС на Юго-Восточной Азии подходит к самому завершению. Остается всего лишь, сколько здесь матчей-то, давайте посмотрим. Три матча, да, то есть сегодня мы смотрим ТНС Экзекрэйшн, завтра будут играть у нас МП Феникс против ССВ-W, и послезавтра, 8 апреля Фнатики против МЮ-ГСУ. Вот так вот, вот так вот. Да, всего лишь одна игра, сегодня матч в формате Best of 3, и весь турнир в формате Single Elimination, поэтому резня будет лютая. Команда понимает, что можно покинуть турнир даже толково не начав, ну и самое интересное, что команды друг друга прекрасно знают, они оба из нового региона. Ну, мало того, что это Юго-Восточная Азия, они просто обе команды филипинской организации. Вот, но вообще, я так посмотрел, большинство букмекерских контор, да практически все отдают свое предпочтение в пользу ТНС, в процентном соотношении, там, 62 на 38%, где-то вот так вот. Ну, это прилично, прилично. Ну, так-то да, так-то да. Ну, я вообще смотрю, я вот немножко знаком с азиатами, вот касаемо как раз ТНС, и Тихи, и Рэйвен, очень такие известные боевые парни. Ну, вообще, что Execration, что ТНС, тег очень популярный. Команда активности зарекомендовали уже давно на Юго-Восточной Азии, и даже на общей мировой дота-сцене временами светились. Ну, я так понимаю, у нас пока ничего новенького, все будут играть по дефолтным нынче метам, да? Нету никаких Рикимару, Трентофлес и так далее. Рикимару и не будет, все нормально. Да-да-да, это еще отголосок от ТНС. Мы не скоро его услышим, увидим, по крайней мере, до тех пор, пока капитан-мод не вернут, тогда вот, может быть. Дизрапторы все добираются. Кстати говоря, AllPick-то вышел? Да? Вернули? Я просто вчера, ну, я просто в суточках на пятерочке был, некогда было играть. Хорошо, хорошо. А что, там раз не разрешают? Нет, нет. Жестко-жестко, однако. Так вот, самое интересное, это знатоки обратили внимание, мне, честно говоря, даже в глаза не бросилось. Обнова стала, ну, вернули AllPick, но он стал тяжелее на целых 2 мегабайта. То есть, весит 41 мегабайт, и там сразу, о, там, добавили скрытый пул, изменили формулу, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, я лично сам еще не тестил. Ну, так охота, конечно, за паджика на мид пойти. Ну, я тебе скажу так, скрытый пул, это далеко не фейк, это действительно работает. Да, я думаю, что это есть. А я считаю, что если руки растут не из плеч, значит, это ноги. А, нет, эти к тому, что если тебя кидают с тремя типами, которые там начинают тебя хейтить с самого начала, то понятно, что тебя кинули просто к таким же ребятам, как ты сам. Так что здесь нечего удивляться, здесь все нормально. Так что такое. Ну что, Дизраптор в виде саппорта, забанили Севена. Давайте экзекрешен берите Урсу, и все, и ГГВП. Ну, так-то, да, она здесь вообще будет шикарно смотреться против Энчандроса, и Урсу Вориор сейчас нынче популярен, и огромное количество героев, которые будут на роль Кэри претендовать здесь в бане, это Виверок. Интересно. Ну, вообще, сам Вивер по себе против Энчандрос неплохо стоит. И Шокучами пробивает, и за счет пассивки там второй удар наносится. Но если Энча будет играть через крипов, Вивер будет страдать. Ну, посмотрим в любом случае, как тут реализует себя. Если Вивер на сноуболец, то он та еще машина становится для убийства там. Причем, ранее такая, ему очень много айтемов не нужно, и за счет своей пассивочки он там, у него просто нереально, нереальную тонну урона вносит в замесах. Так что, особенно, если фокусить одну цель какую-то, так что здесь все может быть вполне. Ну, экзекрешен как раз-таки пик сноуболищей. Потому что, я думаю, в Лейте, у них будут огромные проблемы против Девавера, против Эмбера. Такое, такое. С другой стороны, у ТНС, я так понимаю, инчап сложно. Это будет тот самый дум на сапоге с первых минут, который съел крипца и будет бегать по карте, там, играть от рун на воде и движуху. Сам по себе агрессивный саппорт Леон. То есть, после стадии лейнинга, и те, и другие, могут активно друг к другу шатать кабинеты. Да, безусловно. Но единственное, что у ТНС мне напрягает, это пик Эмбера. Жадноватый герой. Мы знаем, что ему нужно поформить. И чтобы ему создали достаточное количество спейса. Ну, дадут ли это сделать команда экзекрешен? Посмотрим. Давайте, наверное, пока паус стоит, пройдемся по героям, кто на ком будет играть. Точнее, по командам. Давайте начнем, наверное, с экзекрешена. Товарищ Тинс будет играть у нас на бейсмастере в сложной. Нандо будет играть у нас на виверочке. Эрр будет играть у нас на Дизрапторе. Абет будет играть. Или Абет, не знаю, как правильно, если сейчас с ударением. Поправьте меня, если я не прав, будет играть на инвокере. И товарищ Венжи Фолл Спирит будет Ким О играть на этом чудесном герое. И команда Тинси, Рейвен, будет играть на Алтвул Дуваури. Сэм, он же Дум, Тихи, знаменитый, легендарный на Эмбер Спирите. И Йо, это у нас Лайон. И на Козе будет играть у нас Винтер. Винтер Джейс Молсон. Ну что, будет ли у нас какое-то раннее противостояние на рунках? Я люблю, когда начинается ранний замес еще до появления руны. Там где-нибудь в вражеских лесах. Это всегда забавно наблюдать. Особенно, если какие-нибудь от смоки и в спину, когда противник не ожидает. Но пока мы видим, ничего такого не предвидится. Но Тинси сами ждут какого-то агрессивного смока от Экзекрешен. Ну вот, Саня пятером на хайграунде. Время, собственно, для смок уже закончилось. Для дефолтного, разумеется. И немножечко так вышли. Да, все пока начинается очень спокойно. Причем даже не было никаких фаст телепортов, чтобы поставить варды. Рер поставил вард на мид. Будет у него стоять, разумеется, инвокеры. Ну, здесь, кстати, инвокер бодро закупился. Два тангуса, два фейрифарма. Я очень интересую Дум. Да, Дум это тот самый. Тот самый Дум, который сейчас набирает очень большую популярность. Покупает этому герою сапог. Он уходит в перспективе во вражеский лес именно. Набирает крипа вообще любого. Будь то собака, будь то кентавр. Побрабану. И начинает разминаться. Ну да, Дум в свое время выпадал из мета из-за того, что сильно его порезали. В плане прироста регена с второго скилла. И плюс убрали у него там левел дес, дали вот этот новый скилл. Но как по мне, этот инфернал бейт, он еще такой себе инбаланс еще вносит. Потому что он там хоть не берстовый урон дает, но периодически очень сильный. Что там прилично влетает. И плюс не будем забывать, что все равно нюкту не очень приятный. В плане Думы заткнуть героя, просто вывести его из строя. Так что это тоже имеет смысл. Я тут наблюдал, тут Инчандрос сейчас в надежде, что инвокер повезет себе Курьера с Фласочкой. Пыталась его подрезать, но ее нашел Дизраптор. Вот такие вот у нас пока расклады. Расстановка по линиям. Следующим образом, инвокер в миде против Эмбера. Фармящий, соответственно, у нас получается Аутмурт Девавер на линии против Виверочка и Венги. В миде здесь вообще очень много всякой движухи. Здесь Инча с Сатиром, еще Леон. Дизраптор пытается от них как-то отбиваться. Разумеется, инвокеру нужно помогать. РР, 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 РР. Еще тысяча, да, ФБшка. Отличная, вот она. Хотя Инча умирает, но в любом случае ФБшку забрали, уже приятно. Вот она Инчака. Мне нравятся такие Инчандрос, которые ранние агрессия реализуют себя. Вот да, казалось бы, минуты пятые, что ты будешь с этими крипами лесными большими делать? Идет на тебя тот машину тысячу ХП, и ты как ее убивать, непонятно вообще. То есть, она тебя просто лица крошит. Причем ТНС сыграли настолько неожиданно, возможно даже для самих себя, не знаю, может быть был на этот расчет, а не Дума, роум еще. Ну, понятно дело, с таким закупом роум еще, отправили как раз таки в сложную. И Дум уже третий левел. И теперь как раз таки Дум уже может роумить, а Инча возвращаться на лайн. Но вот что мы видим, у Инча выходит в слой пока лес, есть у нее еще Смок. Да, ей некуда торопиться, она сейчас свои лвела быстро будет набирать, так что здесь ничего страшного в этом методе. А Дума имеет смысл ставить Соло, потому что против него ставят Бесмастера, оба они друг друга особо напрягать, конечно, не будут. Да, он может нам кабанчиками похарасить, но вот Дума есть такой замечательный скилл, как Скёрдж Орф, выжженная земля. Но почему-то пока не качает его, но все, через Инфернал Блэйт играет, кстати, интересно. Ну, а его бы милисник подойти, дать ему... А вот очередная смок-атака от Инчандрус вместе с Леоном, неугомонные ребята, выдвигаются в мид. А тут, кстати, могут и принять, потому что тут есть RR в Инвиде, он может сейчас всю эту движуху спалить. Что, собственно, и дело, должны понимать, что тут кто-то рядышком есть, и что неужели там подстрянет нас Инвокер. Да, Инвокер далековато, полснэпом откидывается по у нас Эмберспириту, но выводят его привязать щенцами, сеточка сверху, Фэйрфлаер поведает, но в итоге он не выживет, да. Увы. Не знаю, мне, конечно, сейчас Инвокер так люто зафейлил, потому что Леон... Леон-то левел первый, потратил он свой единственный спелл на Дизраптора, и Инвокер мог сам уходить, ну, я не знаю, не знаю, в любом случае он там далеко задавил. На месте Инвокера нужно было сразу бежать, как только он увидел, что там из смоков ребята вышли в спину, он еще мог бы выживать вполне, там откинуть с Торнадо тем же, там, или еще что-нибудь. Запулить, как вариант, в тот же Инвиз тоже никто не отменял, но в любом случае. Вообще, я смотрю, проблемы огромные у Дума, из-за того, что он взял Двабр-2, все-таки, да, они у милишника, но нельзя забывать, что у бисмастера кабаны, кабаны, которые очень сильно замедляют, соответственно, харасят. И Дума здесь очень тяжело, он хоть по Крепсатке 14-4, бисмастер тоже 14-4 идет, но, думаю, там уже все, фласочки, там гусики закончились. Ну, кабаны, конечно, еще не сильно его напрягает, но вот если бис, то будет с руки бить, то это забей, у него один армор, дом не самый сильный персонаж такой, который может похвастаться с этим параметром, потому что физик его пробивает очень больно, и вот он просто не может подходить к Крепам. Ну, ему сейчас левел 6 получить и уже уходить с лейна, там, свой ультимейт реализовать, я думаю, нет смысла здесь заставать, он тем более его получит уже быстрее, чем бисмастера. У нас все время очередные руны появляются, внизу дабл дэмэдж на топе поднимают баунти Леон, Леон левел второй, тот самый, который сделал нас Фестблат на сапоге, и пока в миде тусуются, получает левел, как у нас на топе дела, что-то мы здесь не заглядываем, виверок левел четвертый, виверок топовый Крепстат, в свою очередь Двавр 8 на 1, и Двавр даже на экспу боится подойти. Ну, понятно, здесь трепла. Ну да, трепла, а заметь, что Эмбер сместился тем временем в лес, Леона оставили пока на ванне, чтобы он получил ловый лодчик хоть какой-то, и Enchantress 3 левел, вот с двумя Крепочками уже идет, с четырьмя даже, два големчика, Пурдж имеется в виде Сатира и Урса, который может клэпнуть. И тут, тут выход на бисмастера, я так понимаю, с ДД, не лучшая идея, потому что бисмастер есть ультимейт, и сейчас он может его, кстати, реализовать через двух кабанов, там очень битый, если что, Doom. Ну, Дум, кстати, не стал в шестом брать ультимейт, то есть хочет здесь еще Сэм на линиях постоять, ну, ему, в принципе, удобно, линия все время спушена, но и сейчас самое главное, к нему удвигаются пацаны, но у Дума-то маны нету, даже на Эфирном Блэйд, вот пошел быть Кларити. Ну, Дума, если что, до седьмого не так много осталось, так что имеет смысл не брать пока Дума. Ну, а вот здесь выход у нас тем временем на товарища Тимса. Будет ли подкопчик, да, сверху залетает камень, второй камень, Диндек Верон Блэйд пытается накричать, он на Леона, нового не выживает, ничего, еще кабана забрали, боже мой. Ну, и даже хорошо, что не накричал, сейчас он появится. Ну, да, зря не потратил ультимейт. С Рором можно будет прийти там куда-нибудь либо в центр, но вот я смотрю на эту Двавру, у него все very плохо. Он даже на XP боится подойти. Четвертый левел, Рейвен, собрался парень пофармить. Может, у них такая стратегия, что Деву все-таки такой отвлекающий маневр, это и будет не мейнкерри, а мейнкерри будет Дум, который по идее уже седьмой, кстати, он до сих пор не прокачал сам Дум, интересно. У него замакшенные Двавры. Ну, да, но, видимо, фармящий Дум, я говорю, может быть, это действительно такая стратегия, что это Дум будет кэрри. Основной персонаж, который вновь будет носить урон, здесь палился бисмастер, должны понимать, что он где-то здесь в кустах лазит, потому что они пойдут на него агрессировать, нет? Ну, там тяжело, он хавком палит всю движуху, хотя временем на топе экзекрэшн забирает первую вышку для своей команды. Ну, а, в принципе, правильно делают, чё. Виверу особо много фармить не надо, тем более Вивероку сейчас уже боевой левел 6-ой поднимет, где-то, может, по куландра со своей командой. Но, с другой стороны, там Двавра фарм придёт, хотя вот мы видим, что Нанда не сбавляет оборотов, пушат линию дальше. Ну, что, бисмастера-то будут принимать? Бистун, бистун, наверное, лучше отойти, потому что слишком опасно он стоит, сейчас Тавр будет падать. В любом случае, здесь вот три героя, команда ТНС, и вот идёт тролль на разведочку, сейчас найдёт его, должен тут вот-вот он, здравствуйте, спалился, сейчас сеточку можно, нет, просто умрёт. Ну, видишь, он выигрывает время, на топе его команда активно... Он просто нереально много времени выигрывает, потому что команда экзекрешен не собирается дефть, я так понимаю, этот Тавр вообще. Так, есть телепорт от инвокера. Так, сразу ещё два телепорта, есть ровор по Винтеру, Винтер 4-ый, у него там первый untouchable, подвиспами, сейчас он уже отхиляется, ну, не, он сейчас здесь отпустит, но ровор потрачено. Ну, знаешь, не лучший таргет был тратить ровор, нужно было всё-таки подождаться, пока подойдёт инвокер поближе, там, на кейн-колдснэп, какие-нибудь и прочее. Ну, увы, просто потратил, зазря. Вообще, очень много мы здесь макро-передвижений таких увидели, макро-решения от команд за 7 минут. Давайте сразу посмотрим на графики. Тупой натворство завировано инвокером по графикам, преимущество за экзекрешен, ну, не так, чтобы, ах, ну и по экспириенсу, также они совсем чуть-чуть ведут. Вот если бы сейчас, конечно, экзекрешен забрали бы Т2 на топе, а Тимс свой бодеф, ну, даже если бы его убили, было бы всё очень круто для радиантов. Тем не менее, они сейчас в большинстве толкают нижнюю линию. Ну, они сейчас заберут Т1 и сразу пойдут на Т2. Там есть глиф, по-моему. Нет, глифа нет, уже прожимался. Летит ПТ-шка готова для виверочек. Вот он пуш во всей красе. Бист вместе с виверочком, вместе с кабанчиком. Много гриппочка, все быстро бьют. То есть, имеет смысл. Ну, из игры сейчас всё делают правильно. Они понимают, сколько у них сноуболищей. В мид-гейме они, конечно, боевые ребята, но в лете будут у них большие проблемы. В свою очередь, хоть для Дваура, свобода действия, Дваура, пятый левел. Сейчас у ТНС вообще проблемки. Знаешь, извините, что перебью у них в минус два героя. Потому что у них отсутствует эмбер постоянно, и также отсутствует ОД. Они постоянно дерутся втроём. Так что у экзекрешен сейчас все карты на руках. Можно реализовывать своё давление. Вот они, собственно, переместились на мид. Сейчас будут забирать тут Т1. Ну, и прекрасная игра, что они прекрасно понимают доту, как им нужно тут играть. Ну, Дваура появляется в 6-й левел. Может быть, Эклипс хоть как-то поможет своим пацанам. Тем более сейчас экзекрешен идут вовсю по центральной линии. Запилена и умирает. Надеюсь, ли он ошибается. Эмбер, конечно, на ремнанте прилетел. Да это ремнан в один конец. Ну, куда ж ты, боже мой, влетел-то? Ты ещё не боец. Иди фарми. Это минус эмбер. Тут пришёл Д. Пытался шваркнуть. Но всё-таки добивает к вышку у нас товарища Дизраптор. Где-то вбитая венга ещё умерла. Но это два саппорта. В любом случае, ничего страшного тут не случилось. Забрали как-никак мидера. Так что здесь вдвойне неприятно для Эмбера. Эмбер вообще сейчас меньше даже по бесту, по нетворцу. Так что это очень плохо. Значит, Дваура так забавно прилетел. Дал ультимейтеру Дизраптор на Глимси отправил. На Глимси отправил, да-да-да. Бывает такое. Было бы забавно, если бы понулетел, он не дал ничего. Это было бы по-незабавно. Ну, в любом случае, счёт 5-3. Центральную вышку от Дефли. Ребята из ДНС. Но у них отсутствует уже вышка на топе, вышка внизу. В свою очередь, как и у Экзекрэйшн, все ТВРа стоят. Ну, наверное, надо добить внизу Тавра. Здесь всё-таки 200 хитпоинтов осталось. Перебежал на сюда Эмбер. Эмбер левел седьмой. В принципе, на начальном этапе ему особо шмотки-то не нужны. Но то, что продемонстрировал Тихий, ворваться на одном ремнанте, это, конечно, не дело. Да, не лучшая идея была ворваться. А вот Эверочек начинает себе фармить линку, я так понимаю, первым айтингом, это интересно. Тут, в принципе, полно вещей, которым можно линку сбить. Не имело ли смысла собирать уже БКБ, если что-то так больше. Не-не, ну, типа как, чтобы Леон тебя не сцепил, чтобы Дум лишний раз... Ну, это всё сбивается, понимаешь, у тебя... Ну, то есть, если даже будет уходить Дум-Леон, Леон будет кидать их Хекс, и сверху Дум будет давать всё. Ну, хотя, с другой стороны, ты и БКБ Дум можешь получить, так что не страшно. Ну, это выбор-выбор-виверочка, так что посмотрим, как это себя оправдают здесь. Вообще, вчера юго-восточная, азиатская Дота очень радовала. Были матчи и очень долгие, были матчи и очень быстрые. Я вот ещё толком даже не определился, какой стиль исповедуют эти парни. И также хочется сказать, вот первый день, когда только началась у нас БТССЕ номер 4, я там промолвился, что, мол, якобы одна команда из Монголии, ничего подобного. Две команды из Монголии на данном турнире. Вот первая, The Mongols, они уже прошли в 1-4, а вторая команда, просто с очень крутым названием Team 2015, к сожалению, осталась за бортом. Монголы хотят захватить мир опять. Да я говорю, это огромная угроза для мировой турниры. Огромная угроза, да. Надо бояться. Будущие профессионалы. Ну, почему бы нет, если ребята мотивированы. Мы не раз видели, что перуанцы там неплохой док показывали. Почему нет? Выцепили из меди Энчантрас, Энчантрас без маны, Энчантрас, слава у нас, да, умирают. Свап еще потратили, не пожалели ничего на Энчу. Ну, оно и правильно. Чего ж не жалеть, свап, тем более, когда они самые огромные, так что все нормально. Ну что, сейчас будут пушить Т1 по миду. Ну, теперь у нас класс Векс, играет без Хэнд оф Мидоса обед. Но оно и верно, потому что экзекрэйшн нужно... Ну, вообще, мне кажется, они в тайминге особо не укладываются. То есть сейчас вот 12-ая минута, блин, или укладываются, но они сейчас все внешние вышки... Нормально, нормально. Несомненно, еще все от того, что ТНС сами бои не принимает, максимально доджет. В принципе, нормально. Ну, лучше сейчас зайти на кого-нибудь Рошана, забрать Эйгер, забрать потом все внешние вышки и уже пытаться заканчивать эту легчайшую катку. Тем более, без мастера, смотрю, не пошел в Некрачи, во Владберг выходит Тимс. Пуш, пуш потенциал вырисовывается, укрепляет. Отлично, айтам действует на всех, плюс кабанчики, плюс там... В Паржей, конечно, я не думаю, что мы скоро увидим, но все же, когда-нибудь они появятся. В любом случае, приятненько. Ну, Рошан падает очень быстро, как ни крути. Так, если бежит Энчантрас, бежит Леон, Леон... Ну, это, возможно, дорога в один конец будет сейчас, если я сейчас сорваться. Дум. Что тут будет Хекс получать? Тимс, отличный подкоп двоев, свап от Винги, в итоге выживает у нас товарищ Бист, накричал у нас на Эмбера. Эмбера спрятали в Астрал, Бист умирает. Также из инвокера выбили Аегис, продолжается у нас драка. И, кстати, драка очень даже не в пользу экзекрэйшн, потому что... Да пока один в один, а обед родовой. Обед-то родовой. Лол, минус инвокер. И вот это РР. И тут вот только потраченный Дум слетел с Виверочкой. Виверочек, конечно, может забрать на развороте ОД, но ОД не позволяет. Это просто швакнул по Виверу. Также умирает Энчантрас. Умирает у нас еще сверху и Бинга. Она очень долго танцевала. Остается один Дум. В итоге 2 в 5 вместе с Аегисом, если считать нереально. Драка хорошая для ТНТ. Я думаю, они очень довольны. Да, сейчас посмотрим Fight Recup. Это, конечно, огромные проблемки. Девавр хоть и быстро склеился, он 1500 урона нанес. Ну, разница видна элементарно. Полторы тысячи голды почти выиграли за этот замес. И 3100 опыта. То есть это приличная сумма. За одну драку, казалось бы. Да, но в любом случае, Экзи Крачи не должны останавливаться на достигнутом. Они должны пушить, раз уж на то пошли. Потому что уж слишком много во все это вложено. Бесмастер, который выходит сразу в Ланмер, очень сильно рискует. Все-таки Некрачи ему и команде очень много дает. Потому что обычно мы этот айтем видим после Некрачей. Как раз-таки Блинк Даггер. А тут он его первым айтемом пошел. Поэтому нужно продолжать. Ну и самое главное. Дум на кулдауне. Эклипс на кулдауне. Сейчас Экзи Крэшн разбивает Смоук. Но там Леон. Там скоро Леон получит 6-й левел. Забег в вражеский лес. А здесь Дум спадает. Спадает Смоук с РР. И просветил он Кенекет Филдом. Там 3-й Глимс. Но на улице ночь. Не хватает просто Вижена на этого Дума. Нет, подцепили у нас на Торнадо Дума. Немножко неточный ультимейт. Вот он в Глимс пошел. Ну и отлично забирает нас Дум. Дум, кстати, был топ-1 по Нетворсу. Сейчас он падает далеко вниз. Его обгоняет сразу моментально. Инвокер на пару с веерочком. Ну что, шикарно. Заход во вражеский лес. Можно дальше продолжать набирать обороты? 30 секунд без Дума. Сейчас бы, конечно, еще линию какую-нибудь подпушить. Но с другой стороны, там, думаю, снова ультимейт откатился. Здесь как Савуха-то не прощает. Кулснэп все на него. И Хавка его еще палит. Торнадо вот так вот. Торнадо сверху. Все, все в Савуха. Бедного закидали. Савух умирает. Ну что? Пойдем, если пройдемся. Дваур, в принципе, уже такой боевой парень. Но по-прежнему, разумеется, здесь Рейвен фармит. Прилетает только на замесы по Эмберу. Но Эмбер тоже всего по чуть-чуть. Не стал выходить ни в какие Boots of Travel. Взял себе ПТ-шечку. Будет выходить в БФ-чик. Но он, когда Тихий соберет себе БФ, вот тогда начнутся уже проблемы с экреша. Потому что ему остается еще... Ну, наоборот, Сворд у него есть. Ну, ему еще прилично остается. Как ни крути, ни скоро мы его увидим. Я не думаю, что ближайшие минуты даже 5. Как минимум. Так что мы фармите-фармите. Еще не дай бог, он за это время еще умрет. Это вообще будет провал. Все-таки инвокер будет с Медасом. Ну, Медасик никогда неплох. Почему нет? Не, просто мне кажется, выходил такой классический квас-векс инвокер через Арчит Малевалянс, который просто бегает и в мид-гейме в Соляново оформляет вообще одного-двоих на Изе. Это было бы очень круто. Ну, он просто вводил бы в страх вот этот вот Эмбера, который сейчас сейчас в Вальяжной чувствует. Девавр. Любой, кто выходил на Медасик. Ну, Эмберочку, да, наверное, пришлось бы собирать все-таки не фас БФ-чика, какую-нибудь линку на себя тарить, то, да, это, может быть, имело бы смысл. Но тут и смок-атак, тем временем, у нас от НТС могут найти и вингу, и винга, Кимо, Глимс. Глимс аннули неплохо у нас, кстати. Думчика, Думчик далеко позади. Хекс, ПРРО. Ну, Кимо очень больно должен умирать. То есть там под войм от Леона хорошо, и Фингер дает Дезратор, и Дезратор, конечно, дает прокаст напоследок, но, тем не менее, расклеился дабл-кил для Энчантрос. Ну, и... Ой, накричали у нас еще на Дум. Дум должен умирать. По-любому очень больно у нас Энчантрос, очень битый. И так же Леон тут вообще на ЛОКП бегает, умирает Леон в итоге. Забрали еще бисмастеров. Пострял у нас ОД. ОД не должны отпускать по-любому. Просто должен шикучее убивать у нас товарища Нандо. Тут еще бегает у нас Эмберочек, ПВП между Инвокером, тут Кабаны его тоже грызут, тут ПВП или засал. Кабаны должны побеждать, ну, тычка еще, давай! Его там крипочек джерет. И отлично умирает в итоге Эмбер. Ну, и Кабан сам закончился. Да, мисмастеров загребтное забирает в итоге. Тут вот чем битый Энчай, а тут Нандо еще немножко не туда дал. Свормы свои, ну, вот, чуть-чуть совсем. Был Бризик. Ну, самое главное, Дум-то кнопкой нажал, и размен получился 4 в 4. Я считаю, это, несомненно, в пользу ТНС. Но они лишний раз просто выигрывают время. Ну, да. Но не будем забывать, что они потеряли своих ключевых героев, а команда экзекрэшен не потеряли. Там Вивер все это время бегал, там убивало людей, так... Вивер все прекрасно. Поэтому размен в любом в пользу экзекрэшенов. И скоро уже у Виверочка появится Линкенсфера. Там буквально осталось 100 монеток. Активно Нандо этим занимается. Но если Дум и так не будет давать свою кнопку, то что тогда будет, когда появится Линка? Все, она уже Гастово осталась только привезти. Там заместо, с чего начинался? Дума увидел Вингу, уже кидал анимацию Думу, но потом в последний момент отменил, посчитав, что... Ну, видимо, да, посчитал, что слишком жирно будет для Винги. Мы ее, типа, и так заберем. Потом в лицо получил Глимс и улетел. Далеко-далеко. Так что такое? Ну что? Неплохо. Давайте посмотрим по графикам. По графикам... Ну, не особо большое преимущество по Галде имеется за командой экзекрэшен. По XP так вообще мизерное. 500 это вообще не преимущество, считай. Так что игра довольно-таки ровная, интересная и интересно наблюдать. Мне интересно, что будет покупать себе Дум следующим айтемом. Вот, кроме после барабанов всего. Может быть, стоит себе взять Блинк, чтобы моментально сокращать дистанцию там на каком-нибудь виверу, пока у него не появился этот заветный айтем под названием Ликинг Сфер. А она у него уже есть. А она уже у него есть. Простите, у меня что-то не обратило внимание. Ну, тогда все. Тогда поздняк. Ну да, если только врываться и накидать свою кнопку на каком-нибудь инвокера, там, бисмастера, чтобы он не должен прокатываться, на Дизраптора, там, лишний раз. На теме время закрэшен передвигаются на верхнюю линию. Хотят все-таки они забрить этот тавр. Там есть Глиф, 600 хп у вышки. Ой, Глимсанули у нас и Леончик, и Леончик получает Тандер Страйк в лицо. Там, по-моему, первого левела. Да, еще не так много урона вносит. Так что такое себе. Вообще, здесь стенсии себя относить лучше. Че тут у них есть Вижен на этой половине карте. Причем с Сантриком, но самое главное, там еще хавкаешься. Ой-ой-ой. Смастера всыпали, отзбили Ленку. Ну, это такая же предварительное избиение. В перспективе Леон будет очень быстро сбивать, когда у него Манадрейн замаксится. Но, опять-таки, Леон пока левел 7 агрессивно очень играет здесь. Его бы наказать бы, хавком просветить, да забреть этого саппорта. Блин, появляется Деваура. Вот это вот очень опасненько. Накричали на Деваура. Отличный обрыв от Кимса. Дум получает у нас бедный Дезераптор. Тут не по шансам драться Леону Безмастеру против ОД. Должен Безмастер умирать. Не должны его отпускать. Прилетел сюда Эмберс Перед, забирает Дезераптор. Дезераптор минус... Отлично шваркнул ОД. Минус 2 моментально. Боже мой. Сколько там урона было. Добивать надо Дума. Дума там под паучками. Не паучками, а под крепочками товарища Виллера. А Виллера просто шваркнули в лицо ему. Боже мой. Леон не простил. Минус 5. Исполняем ТНТ. И... Какая-то непонятная... Непонятный врыв от Экзекрэйшн, если честно. Далековато. Для Экзекрэйшн они забрали только Тавер. Все. Потом отдали все. Расчет, видимо, был на то, что прыгнет Бист, быстренько сбреют они ОД, и дальше будут разбирать. Но в итоге, что получилось, спрыгнул Бистмастер, накричал, сверху Дезераптор ультимейт не успел поставить, потому что получил Дум в лицо сразу моментально. И в итоге, провальная драка для... Провальная драка для Экзекрэйшн. Сейчас Т1 потеряет память, скорее всего. Там есть, конечно, Глиф, хотя нет, Киму подошел. Тут также Дезераптор. Дезераптор сейчас тоже получит в лицо Экзернал Блэйд, ЛХП потерял и просто загорит. Там еще Энчантрос подтягивается больно очень Эмпетусов под Киму, под Киму. Киму, 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 ЛХП должен умирать, да, сгорает Киму, минус Киму, Бистмастер, Погоня продолжается, прилетает сюда Вивер, начинает драться, забирает Бистмастер просто с Эмпетусов, Энчантрос пытается выхиляться весь пятами, но Тандерстрайк работает просто и не прощает там Виверочек, еще на Торнадо посадили, это минус Энча, нужно ее добить, что вы делаете? Экзекрэйшн, нельзя же так играть, отпускать, так и вага. В итоге умирает Энчантрос, тут уже ОД оставится у нас неплохого Эмп, в итоге никому ничего не выжигают, спрятал ОД. Спрятался вот этим временем товарища, товарищ Инвокер, Инвокер минус, тут у нас бегает один Нандо. Ну и Виверочка забить уже нечем. Ну да. Ну а че, я так понимаю, игра сейчас пойдет уже в другую сторону на половину карты Рейдентов. Тинси молодцы, просто нереально дерутся, то есть они понимают, что сейчас они все-таки немножко посильнее давят, хоть и давят по двушку, но все же удачно. В итоге кого они потеряют только одну Инчу, и ничего страшного, там нет, забрали они Инвокера, забрали они, не будем забывать, что Вингу, и также умер Дезераптор, так что все прекрасно. А, и Бесмастер умер, простите, Дезераптор, Бесмастер. И там у нас ситуация следующая, Эмбер уже 14 левел с БФом, Дум, Дум, Блинк Даггер, Владмир Барабаны, внизу у нас сейчас выход на Нанда, смотрим, как это получится, Линку сбили, есть Интриак, Дум, получает. Вот про что я говорил, смысл от Линки, когда тебе всем подряд могут это сбить, но в любом случае, это минус Вивер, а что хотел еще отметить, Вивер вроде все равно, это топ-1, хоть он на Федоне, все равно стоит топ-1 по Нетфорсу, но там не так далеко, уже Эмберочек уже вплотную дышит, сейчас, думаю, будет только разгоняться с БФчиком. Ну да, я думаю, можно сейчас вот скринить, 22 минута, когда он топ-1, на 24 уже, наверное, его здесь подвину, там уже вовсю топ-4 следующий Нетфорс за командой ТНС, дышит в спину своим оппонентом, давайте посмотрим на графики, уууу, все, для ТНС начинается, начинается игра, разумеется, здесь Девавр, вы посмотрите просто на этого Девавра, у которого вообще ничего не пошло в начале, который стоял на Эксперинсе, в легкой линии, с 4 левом, а теперь Блин, Барабана, Атос, и 726, когда, вот что значит, имбаланс на герои. Увы, это так, ненавижу этого героя, особенно после димпатча, мерзкий, 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 уберите ему хотя бы способность, я уже говорил не раз, высасывать интеллект, и все нормально будет. Не, ну тогда он вообще будет, знаешь, как в свое время, шторм изменили, и шторм вообще, где, где сейчас шторм? Ну, не, ну понимаешь, мало того, что у него маны бесконечные, он постоянно арбами закидывает, так еще он на тебя интеллект ворует, это вообще двойная имба. Крайне малоприятно. Ну что, нужно экзекрешном как-то ловить своих оппонентов, потому что, если имберочек они убивать не будут, потом имберочек будет убивать их, и у них будут явные, явные проблемки. С этим. Ну, Вера у нас выходит в дизволь, инвокер будет с аганимом, инга под медалькой, бисмастер Блинк Ладмир, и дизраптор с глимер кейпом. Да, вот это проблемки, Эмбер также приобретает себе Блинк Даггер, Эмбер уже почти 16 левел, у него есть Аегис. Ну, теперь его вообще нереально цепануть, он постоянно сможет либо ворваться, либо уйти на ремена, так что, ну, все прекрасно, и у экзекрешн проблемки, хоть они все еще остаются, топ-2 по Нетворцу их герои, но вот мы видим вот сейчас вот тысячу, ну, их разница 800 голды между имберочком и Вивером, так что это несерьезно уже. В будущем это выльется все, безусловно. Тем более, когда вот не было Блинка у Дума, не было вот Блинка у Эмбера, там же потом еще Блинк появится у Леона, Леон правда сейчас выходит в Аферлэнс, но тем не менее, инициация была от экзекрешн, они все время оказались, ну, плюс еще с их преимуществом, все время, вроде выглядели как поопаснее для своих оппонентов, теперь все по-другому, теперь и ТНС могут сами нападать, и у них там тоже, у самих инициация, будь здоров, в тебя врывается жирлющий Дум, врубает из замеса твоего одного героя, и вот предыдущий Дум, я хочу отметить, был просто шикарный Дизраптор, парень не нажимает ни одной кнопки, и соответственно, Покемон, Дима, птицы, отличный свап, свапает себя, конечно, Винга, но в итоге умирает, Много выигрывает времени, тут еще Хекс получает РР, Торнадо Дум, Дум не попадает, Леон и Глимсанули, но РР также здесь склеится, но Эмбер дайвит дальше, понимаете, у него есть Аегис, Тимс под Думом, Тимс умирает, но Инвокер ходит в гост, если чем просветить, даже Рор не потратил Бисмастер, боже мой, как неприятно, это минус Тавр, пытались там Дума, Дума отрезать от Торнадо, но в итоге Дум не попал под Торнадо, так что проблемки сразу явные, ну что, минус Т2, неужели на хайграунд пойду, хотя есть Агигис, почему бы нет, можно разменять, хотя бы на Тавр, есть Фингер, есть Эклипс, и Росмастер, ну как, привязали Абеда, Абеду очень больно, подставил его Дум, но это минус Абед, хотя прячем Глиммер, но дотикает, нет, не дотикал, буквально на 120 хп уходит, в итоге выживает, как и работает Глиммер, хорошо, казалось бы, ой, свап, отличная Дума, стан под Тавром, ну тут что, Саундстрайк сверху на верочку, в итоге Дум умирает, немножко задержался, конечно, здесь товарищ, казалось бы, да, Глиммер, обычно на этом, таки дальше он на своего союзника, чтобы он выжил, да, от маг Прокаста, он выживает, на лохоп, но выживает, Нандо здесь гнался, в надежде, вообще, конечно, Виверок сейчас, после Дизоль, еще себе что-нибудь соберет, бодрое, будет нормально, плюшки выдавать, но с другой стороны, наверное, Нандо, есть смысл задуматься, о своей собственной безопасности, может быть, хоть БКБ взять, либо же Манту, да, все-таки это, нет, продал Огрклаб, может быть, в демидж, прям, в полный, в охране, в общем, это имеет смысл, потому что, довольно-таки, плотный персонаж Дум, у него очень много ХП, имбирочка бы, быстренько, с парой тысячек, тоже не мешало бы, то есть, он пока не самый, топовый показатель, по ХПшке, 1300 ХП у него, тут Дума, сколько там, не вижу сейчас, он рейтинг с посолками, он подавляет. Ну, тем временем, у Эмбера, 2300 на руках, и интересно, что он будет покупать, далее, ой, там Глимсанули, Энчантрос, Энчантрос в прокасте, от Дезераптора, здесь Винтера, не должны, от пускать, ну да, еще Ленчик умирает, и Верочек его не приговорил, тут к смерти, как говорится, с Дезолятором, это шанс, это шанс для экзекрешина, там, байбеки, наверное, есть, да не, Ленчика нет, к сожалению, так что такой, ой, ой, Дума свапнули, моментально кричали, подставил, спрячет его, конечно, но Денни плохо, выживает в итоге, пока еще Дум нужно проживать, Зреблю бежать, еще один станд залетает, Дум в итоге выживает, а Кимо забрали, минус Винга, очень медленно под стенку, тут все бегают, Нандо, бежать, торнадо залетает, в итоге выживает, оверочек у нас, никакого не глимсануть, ну и просто уходит у нас, команда Execration, но в любом случае, нечатрос байбэк сделала, убили они Винго, я считаю, неплохо для Execration, байбэк и чина, размер на Дефлспирит, более чем, почему бы и нет, вот, но другое дело, что делать с Эмбером, его можно только цеплять рором, и прокастом Дезраптором, объективно говоря, встану венги здесь изи, у ворот, но опять так, если его подложишь, на ремнантах, мобильность в игре 9000, и Эмбер сам по себе, будь здоров, у него БФ, в Кристалис, ну, тут вся надежда, действительно, на Раптора, чтобы кто-то поставил хороший ультимейт, вверху, просто, и чтобы Эмбер ничего не смог сделать, ой-ой-ой-ой-ой, Раптор, РР, рядом с Эмбером, Эмбер прыгает, ой, сейчас это как бы ошибочка не стала, можно его глимсонуть, попробовать под ультимейт, но нет, улетает на реминант, глимс-то уже был в откате, и ультимейт откатился, так что можно было попробовать, Саленс, только против Эмберочка, сейчас будет работать, единственное, что. Ну, и Эмбер уже топ-2, топ-3, плавкорса, делит, вместо с Идвокером, четвертой позиции у нас Довавр, но и там следом идет Дум, по графикам, преимущество за Тенси уже не такое большое, как было ранее, около 5000, по экспириенсу, они десятка, впереди было вообще там, почти 14, ну вот, не знаю, мне кажется, здесь Тенси должны, должны уже додавить эту игру до логического завершения, потому что, ну, если бы они проиграли эту катку, там, ближайшие там, ну, в начале в 15 минут, тогда бы окей. На Эмбера выход ставится отличный ультимейт, вот я говорил про какой-то Саленс, все-таки его идет на какую-то часть урона, да, но не выживает. Эмбер минус, вот такого и надо убивать. Я на месте Эмберочка бы о покупке бокобойшечки задумался. Ну да, БКБ сделало бы топчик. Ну, с другой стороны, Роренс запить, но и только все. Ну, это единственный стан будет, который есть на контроль на него, так что это. Я просто не понимаю сейчас вот Вивера, вот у него появился оберклаб, что неужели это бокобой будет, а зачем тогда ты линку собирал, сразу бы взял бы это чудесно, а это бы, и получал бы в лицо только Дум максимум, и все. Дум, ты можешь его пережить. У него типа есть БКБ, его вообще ничем не зацепить, но как Дум, то он все равно получит в лицо. Вот, вот, а то, чем можно зацепить, это Дум, а Дум зайдет в линку. Ну ладно. И получается 10 секунд абсолютная неуязвимость. Уж лучше бы собрал что-нибудь на урон, на берс дэмэдж, забирать. Ну ладно, его выбрали в случае, но у меня немножко непонятно. Да, это будет БКБшечка. Интереснее. Последний внешний тавр остается у ТНС, который уже активно заканчивается, нет у них глифа, нет у них байбек энчантрос, но Эмбер так же сейчас только раздуплится, дают они этот тавр без боя. Но экзекрешен, в свою очередь, в атаку не идут, а у нас третий рошал появится через 3 минуты. Ну что, смог, кстати, можно попробовать разбить, разбить как-то на на отходе попробовать подцепить, потому что в Питером здесь экзекрешены, ультимейт вот сейчас у Раптора откатится, и самое то, линзы как раз появляется на Кимо. Такой ответный кабан от энчантрос. Вот Хавка бы переманить, было бы вообще все очень круто. Ну да. Вот разбивает экзекрешен смок, такой прям в своем лесу очень глубоко отошли, чтобы прям на верочку без всякого обсерва рядом не было, и выдвигается на центральную линию. Ох, если сейчас Эмбера подцепит, это будет полный провал. Просто полный провал. Но Леончик все спалил, молодец, красава, отлично играет. Накричали на Эмбер, сверху ультимейт из Раптора, минус Леон, тут также минус Эмбер, минус 2 делают, отличная игра от экзекрешен. Тут еще глимсанули инчу, инча виспов подрубает, торнадо залетает, сверху поставили филд, в итоге минус инча, минус армор на нее, она, конечно, выигрывает максимум времени, но никто ее тут не отпустит минус 3 в исполнении команды экзекрешен. Это очень круто. Это крутой размен, да, потому что байбэка, где состояние байбэка? Там байбэк только у Эмбера, самое главное, нечего за секунды. Но Эмберу надо делать, надо делать. И Леон 20 секунд, за 20 секунд без глифа, но глиф сейчас откатится. Надо делать байбэк, они сейчас потеряют сторону, вот байбэк от Эмбера, молодцы, выбили байбэк, можно отойти, как вариант за Роша, нам на верочку, но нет. Какие же плюшки выдают вивер? Вивер не хочет, вот он стал, стал в БКБ, отлично свап под Думу, Думу нужно забревать, полснэп, минус Дум, нет, пока еще живет в Австралии, отлично. Что, неужели выживет? Выживает Дум, да, боже мой, но в итоге потеряли полстраны на миде, убивают, так же, может, тем, ох, как шваркнул ОД, просто красавчик. Моментально, минус 2, ставится пауза. Вылетает инвокер у нас. Ну, Баби Рейдж? На месте ничего не делает, но как отлично сыграл ОД, сейчас на развороте, просто приговорил Вивера. Причем он нажал кнопку, прям в тот самый момент, когда у Вивера закончилась БКБшечка. В очередной раз хочу отметить, что не хватает урона, чтобы быстро зафокусить Думу, вовремя подходит ОД, который его сейвит, и в итоге Дум выжил, после всего, что там в него в кастовале, очень много ресурсов потрачено было, и в итоге не убили его, но потеряли полстраны, хорошо. И сам главный Виверов получил Дум на БКБ. БКБ, да, в БКБ доволен был очень, да, и умер, по факту. Ну и так же инвокер сейчас отправляется на ставерну, и того получается байбэк от Эмбера на минус 4. Забрали только тавер и рейнджовый баррад. Ну это еще и Рошан. Сейчас Рошан должен появляться. Да, это Рошан для ТНС, это крайне неприятно будет для экзекрэйшн, потому что, наверное, стоило все-таки отойти и подраться уже на рошки, но в любом случае. Что сделано, то сделано, как говорится. Что по графикам там у нас? Давай посмотрим. Все в нулях. По голде, по крайней мере, точно. По экспе, ну, небольшое преимущество все же есть за 7000 почти за командой ТНС, но знаешь, экспа уже не так влияет на такой стадии игры, а вот голда это просто жесть. Голда 0. Нам скоро появится у Леона Blink Dagger и уже Ю будет инициировать. Конечно, вот это был прикол для экзекрэйшн, когда Девавра на тебя выходит с блокимбаром, и там все бросокнули от него побежали. Девавра поднимает наш также сыр. Аигис сдается Эмбер Спирит, Эмбер Спирит. Ну вот если бы не байбэк, там сейчас уже был бы доедал, если сомненно, у Тихи. Ну да ладно, с Аигисом для него по-прежнему все будет нормально. Вот экзекрэйшн, у Локер будет выходить фекс. Здесь бы, конечно, агоним какого-нибудь Дизраптору собрать. И да, есть поинт бустер у Эрера, отправляется Венга на пятую позицию, Венга с линзой, здесь больше вообще ничего не надо. Бессмастер, шелк по бессмастеру. О, вот это очень хорошая вещь, лоту сор по бессмастеру. Ну я думаю, здесь всем понятно, на кого она будет кидаться. Ну, Вивера будет кидаться все. В общем, и с той стороны, и с другой. Да, будет все залетать. Ну что, нужно как-то подцепить и очередной раз сделать минусы. Ну вообще, вот тут Глимса 0 и ОД, ОД отлично все и выйдет БКБшечкой. В итоге, Ультимейт и Глимс никуда. Вообще, сейчас, конечно, Экзекрэйшн пойти в атаку, поскольку там БКБ на кулдауне, но у Эмбера есть Аегис. Ой-ой, тут Торнадо не попадает от инвокера по Эмберочку. А вот Эмберочек попадает Чинсами, но продолжения никакого нет. Ну да, один он вряд ли забреет. Я так понимаю, Экзекрэйшн не будут идти в атаку, понимают они, что у оппонента есть сыр Аегис. Тем более, там БКБ на Девавре, пусть хоть сейчас и в кулдауне. Но пока ждут. В те время, на топе активно здесь подпушивают линию Тимса Кимо. И Эверочек вместе с ними, Вивер 2300. Улетает Тимс. Ну понятно, я не знаю, его что-то в пятером окружили, еще по секунду, он бы точно подстрял, а вот Кимо почему-то стоит. И что он ждет, непонятно, его сейчас может найти вполне ОД. Операция... Он его найдет, он его найдет, там получает у нас товарищ Рэйвен, но неравная битва, все дела, Хекс в лицо, это минус Vengeful Spirit. Ну что-то непонятный мув был, а у него ТП-шка-то вообще была бы, а о чем там делал, он непонятно. Не, ну они там типа как с Вивером вроде изображали попытки сплитить, ну Вивер-то понятное дело герой с эскейпингом, но Винга, ну ты-то куда, подруга? Ну вот так, видимо, по цели, знаешь, видимо, у Винги установка простая, свапнуть, если что, своего кэрии и отдаться самой умереть. Так что, скорее всего, для этого она там и стояла, но в итоге она просто отдалась без всякого подсейва. Что, Хекс, Хекс появляется у нас у Инвокера. Это обращай внимание на Вижн, такой агрессивный вард, почему Дефолт стоит от экзекрешн возле Тавера. На миде идут в атаку. Имбиро, компания по нижней, по верхней линии, ну а Верочек там крысочку, крысочку пытается барак забрать. Нормально, лифта нашли. Да, ой-ой-ой, в Ленку тут у нас залетает Хексуля, в итоге в ответных Хексах Инвокера, поэтому, по Ленчику, здесь у нас умирает Дум, Дум не успел, а, успел закинуть, даже не успел, он таки, да, не потратил. Дума сам с аксовкой, но у Дума есть байбэк, Вивер прожал БКБшечку и нужно, нужно пилить барак, здесь, конечно, Инчатрос напрягает, избили Оли Куша куча, как тут вивера кайтит, просто не дает ему этот барак сбрить, и в итоге отступает, виверочек, развели на байбэк Дума, отлично, привязали. Еще поймали, на, но он без ультимейта. Как неприятно, как неприятно, вивер. О, это же Дума не удали. Что ж, не очень удачная вылазка от команды Execration. Ну, с другой стороны, развели Дума на байбэк, уже неплохо убили, и байбэк, но потеряли майнкерри. Ну, так-то да, у нас топовый на Творс, выходит товарищ Девавер, наконец-таки, на 36-й минуте, но там, Вивер от него немножечко отстает. Я вот так вот, обращаю внимание, что Execration, вроде как смелее, в принципе, то есть, у ТНС, когда вот были моменты, у них было явное преимущество, они не так рьяно шли в атаку, либо же просто по макро решениям их оппоненты их обыгрывали, как ты считаешь? Да я думаю, что тут не столько смелее Execration, сколько они ошибаются в атаке, и их просто на ошибках тенци ловит жестко, причем на контратаке, но такой, поэтому агрессия, агрессия, агрессия оправдана, когда ты идеально все исполняешь, а не когда один бисмастер прыгает в пятерых врагов, дает рору, умирает моментально, такой себе, такая себе агрессия, в целом, я скажу так. Ну, в свою очередь, и последняя внешняя вышка у Execration заканчивается, забирать ее в Двавр, Двавр пять тысяч на руках, по-прежнему есть сыр у Рейвена, ну, наверное, сейчас себе какой-нибудь, какие-нибудь муншард возьмет, как вариант. Скорость атаки пригодилась бы, барабанчики можно продать, наверное, в одни ряд остальных. Кстати говоря, кажется, есть смысл собрать осалки раз, все-таки там есть, так, понимаешь, что где-то рядом был инвокер. Есть смысл, как раз, поскольку там все-таки дизоль, универовочка. Посмотрим, все возможно, это просто, это мое мнение, что имеет смысл, почему бы нет. Так как это герой, мы знаем, который идет просто правой рукой, бьет и все. Сейчас вот начался очень интересный момент игры, поскольку у нас появляется одновременно два гема. Приобретает венга и приобретает ли он гем против экзекрэйшн, очень большой вклад вносит, во-первых, там вивер по кулану бегает в шагучах, ну и сам главный инвокер в этих гостволках. Смог атака. Экзекрэйшн, смог атаки. Вот они, вот, нравятся, у них может быть и не очень получается, они как-то агрессивно идут, но есть смог сразу в атаку. Очень круто, находит у нас здесь энчандрос, ну и виверок как не палец, мол на дурака пришел один пофармить. Если они сейчас Эмбера убивают, то это будет очень круто. У Эмбера нет еще байбэка, и это будет просто жесть, но в итоге они бегут не туда. Не туда, куда хочется. Да, не получилось реализовать смог, а может быть хотя бы энчандрос лапнули Винтера. Винтер минус, без байбэка 60 секунд, и там один тавр, и нету глифа. Но есть Эмбер, Эмбер спокойно может подкидываться, тем более у Эмбера есть если что, Дейдаус. Ой-ой-ой-ой-ой, Дум получает в лицо у нас Нандо, ставится неплохой ультимейт от Дезераптора, Дум. Думу нужно добрить в очередной раз, Думу просто не бьют, хотя закинули в него все, умирает у нас Дезераптор, погоня дальше продолжается за товарищем Инвокером, Инвокер откидывает в Торнадо, спрятали у нас в Астрал Бисмастера, Бисмастера они должны отпускать, да, Бисмастер минус так живо, потеряли только одну инчу, и опять не забрели барак, что немаловажно. Провальная атака в очередной раз какая-то от экзекрешенов, просто Дум просто, в него вроде закидывали все, половину хп ему снесли, и не добивают, я не знаю почему, и дают ему отхилиться на фулл. Там в очередной раз была операция Венгард Девавра, но не побежал, все-таки Райвен взял ноншар, да, не стал он сделать херасов. Ну, да, имеет смысл, потому что он с руки идет, быстро бьет, все прекрасно. БКБ есть, можно и поесть, да. Вроде как Вивер его под БКБ должен развалить, но Виверу очень тяжело, в вечерной раз мы видим, что Нанда прожимает БКБ и получает Дум себе на лицо. А что там получилось? О чем и говорилось, смотри, ты собрал себе линку первым айтемом. Линка сейчас стоит, сейчас скажу, подожди даже, я смотрел, 5700, нет, 5100. БКБ стоит 3900, разница там, полторы тысячи голды, почему не собрать первым айтем этот чудесный БКБ и бегать себе спокойно дальше собираться в дамах, если ты в любом случае будешь получать Дум в лицо. Да, хорошо, твои тиммейты собрали лотос орб, который будет вешан на тебя, все дела, но в любом случае это не меняет того, что ты Дум получаешь, как бы. Ну и зачем было тратиться на этот айтем, я не понимаю. Конечно, можете меня закидать тапками, увы, но сори, но меня немножко пригорает от этого. Ну, мы с вами смотрим Юго-Восочную Азию, а Восток, дело, как говорится, не толстое. Кристалис есть у Нанда, будет он выходить в Дейдаус, и плюшки будут еще сильнее. Игра у нас затягивается 41 минута, счет 22-33, и то, что отсутствует ранжевой барак по миду от НС абсолютно вообще никого не имеют. Это да! Давайте посмотрим на графики. Вот за все 42 минуты никто не уходил из-за преимущества в 10 тысяч, будь то по NetWars, а вот, кстати, по XP и ТНС ведут уже почти до 20-ку. Достигли. Нормально. Да, Эмбер себя, вот я смотрю, с каждым разом чувствую все агрессивнее, агрессивнее, и Эмберок-то будет выходить в Линкен-сферу. здесь два варианта, либо Линка, либо Монта, наверное, то и другое зайдет очень круто, но если в себе не уверена, лучше Таллинку. 23-й левел. Сейчас Рошан появится, битва за Рошана будет, скорее всего. Адумда и Даллс готовы для Нандо. Понимаю, играет all-in, байбэк не оставляет себе. Ну, круто. Ну, правильно, зачем байбэк? Жесткие фильмницы. Зачем байбэк? Все правильно. Если сейчас ты получишь Дума, в лицо умрешь, все отлично. Поэтому игра есть закон. Ну, вообще, да, если вы задумывались с такой частотой, как ты получаешь, мотивно от Дума, да, может быть, там немножко как-то поменять свой план игры. Может быть, не то, что свой, а просто общекомандный. Потому что все время так выходишь, что Дума получается сделать свое грязное дело. Ну, что, если Вижен, Вижен-то есть. Должны, примерно догадываться, где находятся их оппоненты, хотя Вижена у них там нет, конкретного, но они видим, что идут прекрасно туда. Ну, там Рошан очень быстро падает. Хватает урон. Они не успевают. Они не успевают. А EX для Нанды, и Нанды веселый сразу в атаку. Ура! Я не могу получить Дум. Гримсонули у нас, пытались Винтера подцепить, но в итоге Винтер просто на ноги уходит. Погоня за ним. Нандо, в наглушь, неужели пойдешь? С формой на грязь. Беллигой секс. Хекс, лицо, Дум, все в Нандо. Шиву прожали, отлично. Метеор по одному Думу, в итоге накричали у нас, на кого-то там я не видел. Думу нужно добить! В очередной раз Дум пытается жить, но в итоге умирает. Отлично, минус Дум. Будет у нас продолжение. Тут пострел у нас товарищ Леончик. Леончик и забрали. Хорошо, он минус два. Размен одну Вингу. Далее у нас чинцы по товарищу Тимсу. Тимса просто с руки сейчас забьют. Тимса, выбери тем временем Айгис из Вивера. Ну, вот из ситуации Виверок один против троих. Сбили Ленку, сразу уходит он на таймлэпсе. лоха. Пэшный на анда, господи! Боже мой, он что-то... Ты понял, своровал, а эпигемчик уходит на эту пэшку. О, боже мой. Наглимся. О, боже мой, какая грязь. Просто одни фисты, это минус Виверочек. Ай... А байбэк-то нет? Байбэка нет, 85 голды, но может накапает к тому времени, как ребята дойдут до хайграунда, но все же. Это нереальное что-то было. Просто таймлэпс от бога. Да. И в очередной... Это уж какая была попытка, не знаю, седьмая, восьмая зайти по миду. Опять заканчивается неудачей. Ну, теперь уже... В очередной раз Дистраптер ловит только одного дума в ультимейт, хотя его прямая задача поймать Эмбера в свой прекрасный ульт, но в итоге у него не выходит этого. Ну, все, у Эмбера готовы линька. Вивер без байбэка, появится бисмастер через 10 секунд, тавры должны потерять, есть еще глиф, разумеется. Да. У Эмбера скоро байбэк появится. А, не хватает. Нет, он на что-то потратил деньги, у него было 80, и ты капал, он, похоже, тпшечку себе купил, я так понимаю. Отлично. Ребята, я не хочу выкупаться, я не хочу... Я не хочу, говорит, выкупаться, вы как-то подефаете, у меня сейчас кончится, все, и нормально. Вот в очередной раз 80 голды не хватает для байбэка, но в любом случае сторону пока еще не потеряли, так что все нормально. Глифсанули у нас, Винтера. Ладно, ладно, все, бедный, Ненчатрос, поцелуй, кстати, неплохо ОД, ОД тоже повторял, БКБ прожимает, накричали на ОД, слушай, драка-то продолжается, не забрали у нас Ненчатрос, Ненчатрос, это, ты понимаешь, выру проела, в итоге она выживает, тут у нас бегает очень битый товарищ Инвокер, и Мокер все-таки уходит на госволки, Кимо, Кимо, не должны отпускать, фисты. Да Кимо может умирать, он забрал стрик от Девавра, 1200 монет, подлетел с Саппорта Венчатроспирит, и отдыхались, отдыхались, а может быть еще подраться, привязали Нанда, Нанда, если сейчас Нанда умрет, то это ГГ, А там приходит Дум, Дум нажимай кнопку, нет, сам далеко, сейчас увидел Нанда, сбили линку, Нанда ушел, он там лейпс, РР, Р умирает, байбек от Венги, огромная проблема у Дума, Дум также склеивается в Таверну, есть байбек у Венги, Дума и Девавра гонит, гонит экзекрэйшн своих оппонентов, я все жду река посмотреть, съела линча, было ли там сыр вообще, или нет, я просто смотрю, так бы резко хп поднялась, да, все-таки съела сыр, Энчантра с прошлым замеси, ну какая тыщная драка, слушай, либо кто-то с Бладстолна бы отдался, да, но Бладстолна не было, просто, чтобы это, ну просто экшен такой дикий, что не везде все успеваешь посмотреть, так что, в любом случае, драка-то в пользу экзекрэйшна, я думаю они довольны, что отбились, сторону не потеряли, забрали ключевых героев, единственное, что Эмберочек вот остался, его бы сейчас еще забреть, вообще бы шикарно было, все. И Эмберочек-то у нас уже топ-1 Нетворс, 23 тысячи, у нас сегодня много героев на первых местах, меняются по Нетворсам, но по учекамандным зачетам по-прежнему, преимущество за Тенсии 7500, по экспириенсу они ввели почти 20 тысяч, и уже упускают, здесь конечно экзекрэйшн отыгрались. Давай Эмбер рапирку, давай, я в тебя верю, рапирка сейчас тебя спасет, или, 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 или Скаде, давай, что-нибудь одно из этого, просто не знаю, что он будет дальше выбирать, посмотрим, но я бы наверное на рапир ушел, тут нужно улыбнуть уже идти, потому что урона не хватает, чтобы просто сдавать фисты, и Эмберочек там, суппортов отправлять просто в таверну, сразу моментально, как вариант. Да, все что ему надо, он имеет, объективно говоря, он здесь вообще неуязвимый, опять-таки, только под прокаст Дизраптор, но если соберет в БКБ, да, как раз-таки против саппорта команды Экзекрэйшн, а хотя, там нет смысла собирать, у Дизраптора появится аганим, буквально через уже 150 монет. Вот с аганимчиком, если Дизраптор хорошо поставит свой ультимейт, то шансы есть. Ну вот смок-атаку у нас тем временем от ТНС, и что? На Бавражский лес они пойдут, я так понимаю. Вот он зовет на этом, появляется у Дизраптора. Сейчас был самим Экзекрэйшн, разбит смок, или завитит аганим. А нет, сейчас и будут делать, потому что смоки покупают себе Кимо на Винджер Фул Спирит, и сейчас они этим и будут заниматься, собираются они около своего по миду Т3 Таура, будут сейчас разбивать. И, кстати, сейчас будет смок на смок первый Дум. Причем он ТНС, этот смок уже заканчивается. Думу сейчас должны спалить. Дум прыгает, Экз получает на Саббет, Дум в Аббет, подсвап от Кимо неплохой. Все-таки выживает у нас товарищ Инвокер. Шваркнули по Бисмастеру, Бисмастер минус, но это не страшно. Монет, страшно байбу. Кимо тоже умирает, Нанна бежит в БКБшке, там БКБ у него закончил, что по таймлапсе там еще есть даблкил для Аутворд Девавора. Ну и надо, надо заходить на центральную линию, так точно. Там, конечно, на топе крепы сильно подпушили, но Эмбер с этим быстро очень разберется. Да Эмбер прилетит, если что, не страшно. Тут тем более Реминат стоит, он сейчас отпушит, все нормально будет. Но нужно Инвокеру, наверное, а нет, Инвокер уже все нормально, он выжил. У Бисмастера нет байбека, вот что печально, ни на кого не накричать. Это минус Тавар, сейчас будет добирать в сторону. Ну все, ГГшечка подъехала, Инвокер, конечно, делает байбек, что у нас там по Виверу? Вивер 400, Вера еще может повоевать. Центр должны здесь потерять, центр минус. Ближайшие, кто появится, Бисмастер через 20 секунд, зацепили Нанда. Ну вот ты видишь, что происходит с этим Виверочком, без шансов просто, но потеряли мид. Наверное, нужно загруппироваться, ТНС уже забирать в вторую сторону, не стоит рисковать, идти там сразу в Т4, да, чем они собственно занимают. Там Тихий не просто так покупал Дизольвер, разумеется. Они с этим Дизольвером хотят все очень быстро забреть. А почему бы и нет? Ну вот появился Бисмастер, через 10 секунд появится Винга, вторую сторону можно отдать, еще не страшно, 50-й минуте. Затем придется драться. Ну, за третий они подерутся, но просто понимаешь, в чем проблема. Сейчас прыгнет бист, и умрет моментально. Наши сэнкаут нагрячит. Вот нет такого количества урона, чтобы быстро кого-то сбрить. Вот она, Экс прячет в Астрал. Да, Астрал. Астрал, подкоп не тайминговый, БКБ проживать надо, Нанда просто с руки забьют. Ну, вот и все, КГБ. Просто без... Просто... Без кнопок вообще. Без кнопок, да, просто с руки убили Вивера. Аббет, Аббет, я говорю, просто волки, это минус Аббет, также забирает у нас товарища Бисмастера, минус Винга, ГГ пишет на Сэндлокер, отличная игра от команды ТНС. Ну, что сказать. Мне понравилось. Молодцы, ТНС, молодцы. Экзекрешинг, конечно, им тоже респект за то, что выбрали достаточно такую рискованную стратегию. Все-таки не каждый день увидишь такой улыбновский пуш. Да, прям... Ну, из-за первых, ну, по стадии лейнинга, но не получилось. Неплохая игра, мне очень понравилась, но не допушили немножко экзекрешн вначале, они могли додавить своего оппонента, но почему-то остановились. Не хватило, видимо, кукушатым размера. Вот, все, и поэтому проиграли. Да, да. Друзья, небольшая музыкальная пауза и врываемся на катку номер два. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!